Этой ночью на Уралмаше красный петух пробрался в старенький двухэтажный деревянный барак с привидениями на авангардной 3 и едва не выклевал в нем весь первый этаж застать на месте те самые привидения ни одному из 26 огнеборцев так и не удалось но они в этой отселенной трущобе точно водятся гадалки не ходи более того бесследно испарившиеся посланцы потусторонних сил в квартире на втором чаи гоняли по-барски развалившись в людских креслах и даже электроплиткой пользовались и судя по всему о чудо несусветное неведомые квартиранты не бухали ведь ни одной пустой пол-литровки из-под выпивки в жилой квартире нежилого барака обнаружено не было местные утверждают что это был уже не первый пожар в бараках на авангардной дескать их трущобы расселяют и после двух трех таких ночных пожаров их сносят к слову под носом у северного сияния жилого комплекса по соседству деревянных двухэтажных бараков времен первой советской индустриализации четыре штуки осталось и тот что горел в ночи наверняка не доживет до векового юбилея ведь ему от роду 92 годов пошел сразу за трущобой за сетчатым забором вырыт котлован и бетонные сваи забиты пока трудно точно сказать что здесь будет построено возможно даже детский садик планах он точно фигурировал виду особой огненне стойкости пожарно-авангардной тушили по повышенному рангу что называется на бис один бис но 100 квадратов некогда жилого пространства красный петух склебал отыскать в дыму неведомых обитателей комнатенки на втором так и не удалось даже на непристальный взгляд жилое в нежилом не походило на босяцкую стоянку скорее из-за обилия чаев оно напоминало офисную бытовку работяг возможно со стройки по соседству так что версия с привидениями при всей ее привлекательности выглядит более чем сомнительно впрочем не исключенный вариант того что последняя нерасселенная семья под задержалась бараке обреченным на снос а